Как гнать самогон без запаха, похмелья и головных болей? Этот вопрос волнует многих зрителей, и важнейшим этапом в получении такого самогона является его очистка. Об этом сегодня и поговорим. Начинающим самогонщикам посвящается. Здравствуйте, уважаемые зрители! С вами Самогон Саныч. Поводом для съемок этого видео послужило два факта. Первый факт – это письмо одного нашего зрителя под ником Артур. Вот что он пишет. Обязательно ли делать вторую перегонку при условии, что продукт получился прозрачным, и головы были отсечены вместе с хвостами и телом, четко отобраны? Вот такой вот вопрос. И следующий постулат, или следующий факт, который побудил меня снять это видео. Я недавно на этой неделе посмотрел несколько видео. Одно из них утверждало, как здорово чистить самогон марганцовкой, а другое говорило о том, как плохо чистить самогон углем. Ни с тем, ни с другим мнением я не согласен. Спорить я не хочу, зато хочу вам рассказать свой метод и донести до вас, уважаемые зрители, свое мнение. Четкую и пошаговую методику, как получить самогон без запаха, похмелья и головных болей, я изложил в своей книге. Там расписаны абсолютно все этапы, начиная от постановки браги, кончая уже непосредственно продуктом, то бишь самогоном. Значит, ссылочку на эту книгу я оставлю в описании. Вы ее сможете купить как в электронном, так и в печатном виде, пройдя по этой ссылке. Однако основные постулаты и самые основные принципы я хочу донести в этом видео. Итак, значит, что вы, уважаемые зрители, подразумеваете под словом очистка самогона? Многие говорят, что это вот мы чистим, там фильтруем углем, там марганцовкой, яйцами перепелинами и так далее. Ради бога. Но, мое мнение такое, что основным этапом очистки самогона является вторая перегонка с отделением фракций, то есть голов, хвостов и тела. И это основная очистка самогона. Ничего лучше второй перегонки пока, на мой взгляд, не придумали. Если вы сделали вторую перегонку еще и с укреплением, то есть с применением дефлегматора, вряд ли этот самогон вообще потребуется дальше чистить. Он выйдет у вас прекрасного качества. Однако, для очистки самогона, сделанного классическим путем, без дефлегматора и так далее, есть дополнительные способы очистки. А вот это как раз уже уголь, марганцовка, яйца и т.д. и т.п. То есть, на чем я хочу сконцентрировать ваше внимание. Основной этап очистки, основная очистка, это вторая перегонка. Все остальное, это дополнительные варианты. Поэтому, когда я чищу самогон, или делаю самогон без запаха, похмелья и головных болей, он у меня, в принципе, всегда такой, потому что я делаю все поэтапно и по своей методике. Основная перегонка, вторая перегонка, очистка. Это основная очистка. И дальше я чищу его углем. По поводу угля. Значит, есть утверждение, что уголь не чистит и так далее, пятое и десятое. Значит, я с этим утверждением не согласен. Я просто думаю, что людей, которые так утверждают, просто ввели в заблуждение некачественным углем. Не скрою, у нас на рынке очень много некачественного угля, который абсолютно не является углем БАУ, который делается именно для винокурения и уж тем более не является, кокосовым углем. А некачественный уголь, он действительно может испортить ваш самогон. То есть он сделает его серым, загрязнит и еще, не дай бог, даст посторонний запах, который вам совершенно не нужен. Поэтому, купив некачественный уголь, вы можете сделать вывод, что уголь только портит самогон и ничего он не дает. На самом деле, просто надо относиться очень внимательно к продавцам угля и убеждаться, что они дают качественный уголь. Вот сегодня мы проверим один из углей, точнее, проверим два угля, ну и я вам скажу свое мнение об этом продавце и поделюсь с вами ссылочкой. Ну что ж, приступим к непосредственной очистке. Итак, после первой перегонки я всегда чищу спирт-сырец. Еще раз объясню, почему я это делаю. После первой перегонки спирт-сырец я развожу до 20 градусов крепости. Второго такого шанса у вас не будет. На самом деле, вот вы же не будете, выгнав самогон с отбором голов, хвостов и тела, после второго перегонки, разводить этот самогон до 20 градусов. Ну незачем это вам, да? До 40 максимум, все. Больше нам ничего не надо. А самогон-то очищается, или спирт, тогда лучше, когда его крепость меньше. То есть, чем меньше крепость спирта, тем лучше он очищается. Соответственно, очистив наш спирт-сырец до, извините, разбавив наш спирт-сырец до 20% крепости, мы сможем его очистить лучше, чем мы можем очистить его, разбавив до 40% крепости. Поэтому я провожу очистку спирта-сырца перед второй перегонкой. Вот у меня сейчас две банки спирта-сырца. И мы сейчас с вами давайте проверим, как уголь будет работать. Открываем обе банки. В обоих банках находится спирт-сырец, как я сказал, разведенный до 20 градусов крепости. Значит, и испробуем два угля. В эту банку я буду засыпать уголь БАУ, а в эту уголь кокосовый. Посмотрите, в чем разница. Кокосовый уголь, он дороже. Уголь берется из расчета 1 столовая ложка на 1 литр напитка. Смотрим на уголь БАУ. Вот, как видите, он начал потихоньку осаждаться. Во время этого процесса он как раз будет очищать наш самогон. И пока наш самогон будет настаиваться, уголь будет делать свое дело. Теперь берем более дорогой уголь, кокосовый. И смотрим, что будет происходить здесь. Вот вы видите, какая бурная реакция. Насколько лучше, даже визуально, работает уголь кокосовый. Ну, он и дороже. Я после этого банки закрываю и даю им отстояться порядка 2-3 часов. Ну, раз в час, раз в 40 минут я просто банку беру, встряхиваю, снова ставлю. Через 2-3 часа я беру ватный фильтр и весь этот спирт-сырец профильтровываю через него. В итоге я получаю абсолютно чистый прозрачный спирт-сырец, из которого уже частично отобраны наши самые плохие, так сказать, составляющие спирта. После этого спирт-сырец я отправляю на вторую перегонку. Естественно, очень внимательно отсекаю головы, хвосты и тело. Как делается вторая перегонка, видео сейчас появится у меня над головой, судя по всему, можете посмотреть, там рассказано более конкретно. После того, как вторую перегонку я закончил, я разбавляю самогон до 40 градусов и еще раз очищаю углем. То есть в 40 градусный самогон тоже засыпаю уголь из расчета 1 столовая ложка на 1 литр напитка, стоит 2 часа и потом снова профильтровываю. Впрочем, как досконально я очищаю самогон углем, тоже ссылочка на это видео сейчас появится на экране. Можете пройти, посмотреть. Очень советую делать так, как будет рассказано там более подробно. После того, как я самогон очистил второй раз, дополнительную очистку провел второй раз углем, это уже готовый самогон, который у меня всегда без запаха, он всегда прозрачный и от него никогда не бывает никакого похмелья. Это не только мое мнение, но и людей, которых я угощал своим самогоном. Итак, подводя итог, что я хочу сказать, уважаемые зрители, первое, что надо запомнить, основная очистка самогона это вторая перегонка. И ничто ее на сегодняшний день заменить не может. Во всяком случае, я таких способов не знаю и их не пробовал. Второе. Дополнительную очистку лучше проводить углем, бау или кокосовым углем. Именно эти виды угля сделаны специально для винокурения, что бы там ни говорили. Вот марганцовка не сделана для винокурения, а у нее предназначение совершенно иное, и вы это прекрасно знаете. Поэтому советую этим пользоваться. Третье. Уголь нужно брать у проверенного продавца. Я рекомендую обратиться к продавцу, который представил мне этот уголь. Это компания «Русская дымка». Ссылочка будет находиться в описании. И если вы не желаете тратить деньги на неизвестного продавца и потом проводить опыты, что уголь пойдет, не пойдет, пожалуйста, обращайтесь к ним. У них достаточно неплохие цены, как я считаю. Но тем не менее, очистка углем это дополнительная очистка. И третье, самое важное. Чтобы четко получить самогон без запаха и похмелья, проводите две дополнительные очистки углем. То есть после первой перегонки первая очистка и после второй перегонки вторая очистка. И тогда у вас все получится. Еще раз скажу, что более подробно, досконально я изложил все это в своей книге. Вот она перед вами, ссылочка, как я говорил на экране. Если вас интересуют вопросы, как провести первую либо вторую перегонку на аппаратах разных марок, я сейчас, вот тоже появится на экране ссылочка на плейлист по самогонным аппаратам. Я там проводил перегонки на абсолютно разных аппаратах. Тот, который вам ближе, можете посмотреть и понять, как это делается. Еще раз напомню, вторая перегонка – это основная очистка самогона от всей нечисти. Надоело вам этой фразой? Я понимаю, но я очень хочу, чтобы вы это запомнили. Потому что под словом «очистка» понимает все, что угодно, только не второй перегон. И вот это как-то обидно. На сегодня все, уважаемые зрители. С вами был Самогон Саныч. Подписывайтесь на канал, будет много интересного. Понравилось видео – ставьте лайки, пишите комментарии. Не забывайте, подписавшись, нажать на колокольчик, который находится под этим видео, дабы быть в курсе новых выходящих роликов. А вам, уважаемые, здоровья и веселых застольей! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!